Целый блок федеральных выплат предназначен для семей с детьми от 3 до 16 лет. Для ее получения от родителей не требуется подтверждение дохода. Выплата в 10 тысяч рублей положена всем семьям, где есть дети от 3 до 16 лет. Эта выплата назначается без доходов, что мне хотелось бы подчеркнуть. То есть, независимо от того, работает родитель или не работает, данная выплата семье положена. Выплата назначается с 1 июня, а подавать заявление можно уже сейчас. Уточняем, выплата положена всем семьям, у которых дети родились после 1 июня 2004 года. Еще одна федеральная выплата в размере 5 тысяч рублей предназначена родителям с детьми до 3 лет, у которых пополнение в семье произошло с 1 апреля 2017 года по 1 июня 2020. Эта выплата в размере 5 тысяч рублей ежемесячная за 3 месяца – апрель, май и июнь. На данную выплату заявления уже принимаются, также через портал госуслуг. Хочу отметить, что кроме заполнения заявления на портале, необходимо только указать реквизиты счета, куда вам будут перечислены денежные средства. Если вы подали заявление, то деньги придут вам сразу в полном объеме, то есть за 3 месяца – 15 тысяч рублей. Заявление на выплату также можно оставить на сайте пенсионного фонда. Обращения будут приниматься до 1 октября. Тем родителям, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, положено пособие в двойном размере. Это 6751 рубль. На эту выплату подачи документов не требуется вовсе, потому что данная выплата будет увеличена в два раза автоматически, и вы ее получите уже в удвоенном размере. Пособия в таком же размере смогут получить неработающие граждане, в том числе и студенты. Ряд выплат предусмотрен губернаторам только для жителей, постоянно проживающих в Московской области. Одна из них предназначена малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. Среднедушевой доход не должен превышать 13 тысяч 115 рублей. Для получения данной выплаты заявление можно будет подавать с 1 июня 2020 года. Никаких справок о доходах предоставлять не нужно. Сотрудники соцзащиты запросят сведения по системе межведомственного взаимодействия. Материальная поддержка предусмотрена и для граждан, которым предписано соблюдать режим самоизоляции. Это люди старше 65 лет. Выплаты ведутся в беззаявительном порядке, начиная с 26 марта. Если по какой-то причине выплата данная не получена, переживать не надо. По окончании режима самоизоляции мы готовы принять от вас заявление. Помимо выплаты по самоизоляции по распоряжению губернатора, дополнительная материальная поддержка из областного бюджета предусмотрена одиноко проживающим неработающим пенсионерам старше 65 лет. Это ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей. Она также назначается в беззаявительном характере на основании баз данных, которые у нас имеются. То есть сегодня в городском округе Щелково 7630 человек данную выплату начнут получать. Выплаты будут произведены уже в мае. Кроме денежных выплат одиноким жителям городского округа, семьям с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации, предоставляется адресная помощь в натуральном виде. Это продуктовые наборы, составленные с учетом возрастных особенностей человека. В приоритете те семьи, где есть двое и более детей дошкольного возраста. Это семьи, где есть один и два ребенка. Это семьи, которые получают в Управлении социальной защиты населения ежемесячную выплату как малообеспеченные, которые получают детское пособие. Это семьи, которые стоят на учете в участковой социальной службе, которые по причине не только нынешней сложившейся ситуации, но и в целом по жизни нуждаются в дополнительной поддержке от государства. Теперь о людях, кто стал безработным после 1 марта этого года. Если у них есть дети до 18 лет, то семья имеет право на ежемесячную выплату в 3000 рублей на каждого ребенка. Она выплачивается вместе с пособием по безработице. В Московской области выплата выше общероссийской и достигает 15 тысяч рублей. Выплата назначается при определенном условии. Для получения повышенной выплаты по безработице гражданин обязательно должен был отработать в 2020 году 60 дней, и он не должен был быть уволен по причине нарушения дисциплины. Подать заявление на пособие можно непосредственно в Центре занятости населения или через портал «Работа в России». К заявлению нужно приложить анкету, других справок не требуется, сотрудники Центра занятости самостоятельно запрашивают сведения. Обращение рассматривается 11 дней. Выплата будет назначена за три месяца. Нам важно, чтобы вы были здоровы. Поэтому я прошу вас, оставайтесь дома. И хочу пожелать вам самое главное – здоровья. Если вам необходима наша помощь, пожалуйста, звоните на телефон горячей линии 56-6-98-03. Мы готовы оказать вам помощь в доставке продуктов, в доставке лекарств, а также предоставить бесплатный продуктовый набор, если вы на сегодняшний день являетесь одиноким и малообеспеченным пенсионером. Мы всегда рады вам помочь. Если у вас остались вопросы, которые не касаются денежных выплат, звоните на горячую линию. Ее номер вы видите на экране. График работы операторов начиная с 17 мая с 8 утра до 8 вечера. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.